Далёкие стародавние времена А расскажу я вам по самой знаменитой бою князя на Чудском озере Который именуется по сей день ледом побоищем Случилось это ранней весной Сдумали германские рыцари и крестоносцы завоевать русские земли Да, ещё захватили, а не псков, которые походили на Великий Новгород Александр собрал подружину из разных сословий Из знатных бояров и крестьян Смекалистый князь вздумал хитростью одолеть врага Поразошла Великая Сеча на Потаевшем льду Русские войска встали привычным строем, орлом В центре полк, по обе стороны от центра тяжеловооружённая пехота и конные дружины За спиной у центрального полка был крутой берег, покрытый валунами На льду перед берегом поставили сани обоза, скреплёнными цепями Тем самым берег стал непроходимым для рыцарских коней У острова Ковороний Камень стояла в засаде конная дружина Рыцари-крестоносцы двинулись на русских кабани и головой Это был особый строй, который не раз приносил успех крестоносцам В центре шли, замкнув ряды, пехотинцы С боков от них и сзади в два-три ряда ехали закованные в латы всадники Кони их тоже были облачены в тяжёлые панцири Впереди, сужаясь остриём, двигались ряды наиболее опытных рыцарей Каванья-голова, прозванная русскими свиньёй Таранила врага, прорывая оборону Рыцари смяли русский центр и загружились на месте С флангов на рыцарей давили полки правой и левой руки Словно клещами сжимали они свинью Лёд покраснел от крови воюющих Вдруг дал трещину апрельский лёд Рыцари падали в воду и шли камнем на дно Под ними лошади тонули, под ними дыбом лёд вставал Их стремена на дно тянули, им панцирь выплат не давал Мне жаль, солдак, но раз ты прибыл, чужой порядок насаждать Ты стал врагом, и кто бы ни был, пощады ты не вправе ждать Ледовая сеча была выиграна, план крестоносцев провалился И сказал тогда князь, кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет